Всем привет, меня зовут Красавин Иван. Если вы наблюдаете сколиоз у себя, или у своего ребенка, или там у знакомого, просто обратите внимание на таз. Часто это связано с неправильно расположенным тазом. Естественно, и позвоночник, весь который наверху, он едет. Как определить, что у вас проблемы с тазом? Есть очень простой способ. Ложитесь на живот, если вы один фотографируете, либо просите кого-то из знакомых. Я всегда делаю, если проверяю, я делаю видео, и мне очень удобно потом отсматривать. Итак, вы ложитесь на живот, расслабляете ноги так, как вам удобно, прямые ноги. Фотографируйте, смотрите, потом соединяете пятки. И все то же самое делаете, переворачивайтесь на спину, располагайте, прям вот расслабляйте ноги, а потом то же самое, пятки соединяйте, и вот часто что происходит? Одна нога по отношению к другой вывернута или завернута. А если вы соединяете пятки, то пятки не на одном уровне. Там 1-2 см, у кого-то даже больше. Естественно, если есть такое нарушение, как вы представляете, что ваш позвоночник будет ровный. Наша задача раскрыть тазобедренные суставы, вытянуть все эти мышцы, которые держат, то есть сбалансировать таз. Это хорошо работает и на взрослых, а особенно хорошо работает на детях, потому что еще мышцы эластичные, таз еще не такой жесткий. Раскрытие таза это очень полезно. Даже если у вас нет сколиоза, вы можете делать эти упражнения. Поверьте, вы будете чувствовать себя намного легче. Поэтому я вам предлагаю этот блок упражнений. Мои рекомендации делайте хотя бы 2-3 раза в неделю этот блок. Для вашего удобства я специально записал его, чтобы вам было удобно. Включил его фоном и выполняешь упражнения. И прежде чем перейти к упражнениям, я уже не в первый раз вам хочу рассказать про тренажер Древмасс. Получилось даже очень круто. Я сейчас нахожусь в Индонезии. Он пришел сюда, и он прошел испытания еще и влажностью и водой. Поэтому этот тренажер точно легко мыть, ухаживать за ним, и с ним ничего не случится. Древмасс это медицинский тренажер, прошедший клинические, токсические, технические испытания и выполняет 4 главных функции здорового позвоночника. Когда вы ложитесь, раскатывайте. Первое, это плавное вытяжение позвоночника. Второе, улучшается кровообращение, потому что идет воздействие именно на мышцы, не на сам позвоночник. Третье, выводят мышцы из спазма. Причем вы можете прокатывать часть грудного отдела, поясничного отдела, верхнюю часть ягодицы, верхнюю часть даже мышц, которые расположены на черепе. Часто они вызывают головные боли. И четвертое, ежедневное воздействие, правильное причем воздействие на позвоночник. Вам достаточно всего 7 минут в день, чтобы получить 100% результат за 3 месяца. У меня практически каждое утро начинается с него. Я ложусь, раскатываю мышцы по всей длине позвоночника. Обязательно раскатываю трапециевидную, ромбовидную. И вот часть мышц, которые находятся на черепе. И дальше уже занимаюсь гимнастикой. Причем у вас есть возможность заказать несколько видов. Например, это пластик, с которым очень легко ухаживать. Или вам нравится более эстетично это дерево. А самое главное, еще у вас есть возможность заказать по индивидуальным размерам. То есть есть 3 размера под ваш рост. Всю дополнительную информацию вы найдете на сайте drevmass.ru. Поэтому все ссылки я оставляю в описании под видео. Посмотрите. Это вот прям моя рекомендация. А мы переходим к комплексу. Будем выполнять все спокойно. Где-то по 5 повторений. Итак, ставим ноги максимально широко. Постарайтесь прям широко поставить. Итак, выпрямляем спину, руки в стороны. Правую стопу разворачиваем. И теперь сгибаем колено. Вытягиваем таз вперед, оставляя корпус ровно. Обратите внимание, что у нас колено сгибается в 90 градусов. 2. Опускайте достаточно низко, спокойно. То есть колено должно остаться над пяткой. 3 в нижнем положении. Опускаем весом тела. 4. Разогреваем бедро. Растягиваем внутреннюю часть. Еще одно повторение. Вниз. 5. Стянитесь макушкой наверх. Итак, заворачиваем стопу. Руки опустили. И все то же самое в другую сторону. Повернули левую. Руки в стороны. Взгляд за ладонью. И сгибаем таз. Опускаем. 1. И поднялись. 2. Вниз. Достаточно низко. Хорошо. Самое главное, делайте сначала спокойно, без болевых ощущений. 3. Чтобы у вас шло вытяжение, но без травм. 4. Со временем почувствуйте, что можете все ниже и ниже опускаться. И 5. Заворачиваем руки опустили. Оставили ноги широко. Можно прям чуть-чуть собрать. Колени развернули. И мы делаем такое плие. Опускаемся вниз. Упираемся руками во внутреннюю часть бедра. 1. Прям низко растянуть колени в сторону. И назад разворачиваем. 2. Почувствуйте растяжение внутренней поверхности бедра. 3. И колени в сторону носков. Поднялись. Тоже растягиваем внутреннюю приводящие мышцы. 4. И еще одно повторение. Сохраняйте ровный корпус, но небольшим наклоном вперед. 5. Все движения сейчас, чтобы разогреть тазоберы суставы. А теперь мы опустились прям вниз. Достаточно низко. Можно оставить колени. Развернутые. То есть ладонями мы разворачиваем колени. Либо локтями упереться. Но с прямой спиной. Просто вот посидеть 20 секунд. В напряжении. В растяжении. Подвигаться немного тазом. По чуть-чуть все время опускаться вниз. Это упражнение очень хорошо растягивает внутреннюю часть. Готовит к шпагату. Можно потом на шпагат сесть. Подышали спокойно. Выпрямляем колени. Теперь мы оставляем ноги широко. Уходим на левую сторону. Посмотрите. Сначала стопа остается на полу. То есть мы сгибаем бедро. И потом разворачиваем носок наверх. Но обращаю ваше внимание, что пятка сейчас левой ноги всегда прижата в пол. То есть ее не нужно отрывать. Только правый носок разворачиваем наверх. Четыре. Сильно не заворачивайте колено. Следите, чтобы не было болевых ощущений. И раскрываем бедро. Пять. Можно не делать сначала такую большую амплитуду. Итак, немного собрали. И то же самое в другую сторону. Опустились на правую, левый носок развернули. Раз. Все, что мы сейчас делаем, раскрываем бедро. Два носок наверх. Если вам сейчас это некомфортно сначала, не отрывайте носок. Просто оставайтесь вот в этом положении. Три. То есть не доходите вниз. Но я чувствую, что у меня уже растяжка достаточно хорошая. Я поэтому могу прям до конца на голень сесть, не отрывая пятку. И еще одно повторение. Вниз. Развернули носок. Молодцы. Оставили максимально широко. С прямой спиной. Но можно чуть-чуть прям округлить. Опускаемся вниз. Не достаете локтями. Ничего страшного. Руки ставьте на пол. Колени сейчас прямые. Мы растягиваем заднюю поверхность бедра. Тоже раскрытие идет позабедренного сустава. Дышим ровно, спокойно. Держим где-то 20-25 секунд. Ощущения должны быть такие приятные. То есть не сильно болевые. Фиксируемся. Поднимаемся. Теперь опускаемся на колени. Мы делаем шаг одной ногой вперед. Это может быть правая или левая. Противоположную руку ставим на пол. Руки на своей стороне. Если не достаем, руки на бедро. Расслабляйте бедро. Растягиваем грудной отдел. Разворачиваем. То есть от ноги работаем. Посмотрите за ладонью. Два. Мы не только раскрываем тазобедренный сустав. Но еще и раскрываем грудной отдел. Три. Если вы почувствуете ощущение растяжения в мышцах спины. Четыре. Это прям правильное ощущение. Еще одно повторение. И пять. Теперь все то же самое мы делаем другой рукой. Только делаем это вовнутрь. Раз. Развернули. И развернули. Посмотрели на ладонь. Два. Тоже уверяюсь, со временем у вас будет увеличиваться амплитуда. Три. Можно не касаться пола. Можно остаться на бедре руками. Или подложить что-то под руки. Четыре. Если вы не достаете до пола. Или, например, стул поставите. На стул опираться. И пять. Теперь. Руки по сторонам. Выпрямляем ногу. Носок на себя. Постарайтесь это сделать с прямой спиной. То есть натягивайте спину. Таз уводите назад. Растягиваем заднюю поверхность. Подколенные сухожилия. Взгляд вперед. Сохраняйте ровное положение спины. И просто обратите внимание до комплекса на свою спину. Если у вас есть сколиоз. Потом вот прям как только сделаете комплекс. То же самое посмотрите. Я вас уверяю. Уже заметите изменения даже после первого раза. Уже испытано. Итак. Перевернулись на другую сторону. Все то же самое. Раскрыли бедро. И поехали от ноги. Раз. Дыхание ровное. Спокойно. И вращаем корпусом. Два. Еще взглядом. Чтобы еще шейный отдел тоже растягивался. Три. Это можно использовать вообще как гимнастику. Четыре. Мне настолько нравится этот комплекс. Что я думаю что пять. Хорошо. В другую сторону. Я некоторую своей гимнастике заменю на этот комплекс. Раз. Уже очень хочется давно сесть на поперечный шпагат. Два. Но сделать это правильно. Без травм. Вот с помощью комплекса можно раскрыть бедра. Три. Взгляд за ладонью. С дыханием. Можно вдох или выдох делать на подъем. Четыре. И еще одно повторение. Пять. Молодцы. Теперь то же самое. Мы руки по сторонам. Можно опереться просто на бедро. Вытягиваем носок на себя. Если не получается сначала выпрямить. Да. Можно вот так облокотиться на бедро. Сначала не получается ногу выпрямить. Оставляйте ее немножко согнутым. Но сохраняйте спину прямой. Взгляд вперед. Натянули позвоночник. Подышали. Прям 15-20 секунд. Не забывайте. Без болевых ощущений. Разворачиваемся в центр. Теперь мы ногу ставим. Одну оставляем на колено. Вторую. Левую ногу ставим вбок. Почувствуйте. Небольшое растяжение внутренней поверхности. Слишком широко не нужно. И мы делаем наклоны вбок. Раз. Делаем это правой рукой в левую сторону. На выдох. Два. Очень круто растягивается и позвоночник. И весь бок. Три. Вдох. Выдох. Четыре. На самом деле позвоночник следует всегда за мышцами. Пять. И все искривления это начало работы мышц. Теперь меняем все то же самое. Сначала таз уводим назад. Пока растяжение. Сначала фиксация. Можно еще даже чуть пошире сделать. И копчиком уводить назад. Прям далеко. Два. Тоже на пять повторений. Наклоны сначала сделаем. Три. Потом в другую сторону уйдем. Вдох. И уводим таз назад. Четыре. Следите, чтобы дискомфорта в колене не было. Пять. Остались немного. Задержались. Зафиксировали. Потянули. Аккуратно собираем колени. И вот теперь все то же самое на другую сторону. Слишком широко сначала не ставим. Обратите внимание, что носок вперед. И стопа стоит полностью. И поехали. Наклон. Раз. Вбок. Растягиваем теперь всю левую сторону. Левой рукой вправо. Два. Взгляд через подмышку наверх. Выдох. Три. Вообще очень приятное ощущение от вытяжения. Четыре. Если вам сначала неприятно, со временем вы полюбите это. Пять. Я раньше очень не любил тянуться. Также опять немножко пошире. И теперь двигаемся вниз. Раз. Вниз и назад. Назад. И два. Делаем вдох. Растягиваем внутреннюю поверхность. Три. Сохраняйте спину ровной. Четыре. Всегда прислушайтесь к своему телу. Не делайте через какую-то боль. И пять. Остаемся в этом же положении. Таз отвели назад. И зафиксировали. Потянули. Можно локтями опуститься вниз. Продолжаем растягивать. Раскрывать тазобедренные суставы. Внутреннюю поверхность бедра. Фиксируемся 15-20 секунд. Не забывайте про дыхание. Ровно и спокойно. Как вам удобно дышить. Собираем ноги. Теперь садимся. Одна нога в бедро. Правая в бедро к левой. В этом положении разворачиваемся к стопе. И мы делаем наклоны. Делаем выдох. Вдох. Постарайтесь это делать не за счет круглой спины. Два. А за счет проворота в тазобедренном суставе. Три. Натягивая заднюю поверхность бедра. Тоже в этом положении. Если не комфортно. Четыре. Согните немного колено. Первое время может быть колени согнуты. И. Пять. Теперь взяли противоположную рукой за колено и делаем наклоны. Раз. Вдох. Еще раз повторюсь. Два. Мы сейчас занимаемся не только раскрытием таза, но еще и растягиваем позвоночник. Три мышцы позвоночника. Все мышцы корпуса. Тем самым мы выравниваем себя уже не только раскрывая таз. И пятое повторение. Потянулись. Выдох за рукой. Молодцы. Все то же самое на другую сторону. Теперь левая нога в правое бедро. Колено должно прямо опуститься. Итак, выдох. Раз. Наклон. Еще раз. Проворачиваем тазобедрный сустав. Два. Натянули заднюю поверхность бедра. Спину сохраняем ровной по возможности. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Еще одно повторение. Отлично. Теперь мы правой рукой берем за левое колено и делаем наклоны. Раз. Вытяжение. Вдох. Выдох. Два. Смотрим через подмышку наверх или вперед. И почувствуйте растяжение всего бока. Три. Вся левая сторона растягивается. Четыре. Еще один раз. Пять. Молодцы. Отлично. Итак, теперь мы выполняем так называемую бабочку. Стопы соединяем вместе, а коленями начинаем махать. Не обязательно держаться руками за стопы. Можно просто отклониться назад, руками упереться в пол. И выполняем где-то 50 таких махов. Старайтесь прям расслаблять внутреннюю поверхность бедра. Пускай колени под весом тела прям потихонечку опускаются вниз. А теперь мы упираемся локтями или руками в колено и прям наклоняемся немножко вперед. Разворачиваем. То есть создаем еще больше дополнительное давление на внутреннюю часть. Но еще раз без болевых ощущений. Растягиваем внутреннюю. Наша задача, чтобы колени прям положились. И поехали. Второй подход. Тот же самый. Машем, машем, машем. Макушкой тянемся наверх. Выпрямляем спину по возможности. Еще раз. Руки могут увестись назад. Вот в такое положение. Даже более приятно. И больше растягивается внутренняя часть. Расслаблено. Все зафиксировали. И опять толкаем локтями. Можно по одной руке раскрывать. То есть одной рукой сначала упереться. Потом то же самое сделать второй. То есть все направление в сторону. Направление вниз, чтобы колени опустились в пол. Потихоньку, постепенно. Вот вы увидите, что постепенно, все время будет опускаться колени. Продолжаем еще третий подход. Машем где-то 50 раз. Маленькая амплитуда. Почему бабочка? Потому что, видимо, это как крылья. Самое главное вот здесь расслабляйте. Прям расслабляйте. И фиксация. Поехали. Давление. Потихонечку. Я бы не просил никого, чтобы кто-то там вам давил. Потому что часто наблюдал, что вот так получают травмы. Зачем-то слишком большое давление сразу. Так, собираем колени. Это очень приятно потом после этого собирать. Одну ногу подтягиваем к себе. Вторую на бедро. Правую на левую. Теперь посмотрите. Вращение идет вовнутрь. Раз. Корпус сохраняем ровно. Два. Вот запомните это движение. Три. Если у вас будет неприятное ощущение. Четыре. В пояснице или болеть. Просто попробуйте по десять раз это сделать. В каждую сторону. Пять. А теперь наоборот. Раз. В другую сторону. То же самое. Два. Это очень хорошо позволяет увеличить мобильность. Три. Крестцового отдела. Подтягивайте ногу. Четыре. Спина ровная. Пять. Отлично. Поменяли. Все то же самое. Другую сторону. Теперь левую на правую. И сначала вовнутрь. Раз. К себе. Подтягивайте все время ногу. Два. Нога должна быть близко. Три. Но спина ровная. Руками хоть и упираемся. Но спина ровная. Четыре. Это вот идет разблокировка. Пять. Тазоберного сустава. В другую сторону. Давайте. Пять. То же самое. Раз. Крестцового отдела. Два. Вот таким одним упражнением убирается такой эффект. Три. Так называемое защемление в тазоберном суставе. Когда там ногу отдает. Или в ягодицу отдает. И пятый раз. Пять. Все упражнения подобраны прям вот максимально эффективной. Садимся теперь. Так называемая поза голубя. Поза лебедя. Кто как ее называет. Ногу под себя. Здесь тоже аккуратно с коленом. Противоположную ногу вытягиваем. И прям ложимся. И дышим. Расслабляем. Если не получается сначала ложиться. Просто упирайтесь руками в пол. И держите ровную спину. Почувствуйте. Как растягивается ягодичная мышца. Раскрывается бедро. Может растягиваться внутренняя поверхность бедра. В дальнейшем стремитесь. Чтобы вот нога, которая под вами была. Пятка стремилась к пупку. Это вот самое правильное положение. Все через дыхание. В дыхании расслабляем. Отлично. Теперь меняем все то же самое. Другую ногу. Ногу под себя. Отвели ногу назад. И постараемся ложиться полностью. Грудной отдел прям тянется в пол. Сейчас вот можете наблюдать как раз растяжение ягодичной мышцы. Разворот тазобедренного сустава. Здесь еще растягивается средняя ягодичная. Она часто тоже зажимает поясничный отдел. И потом из-за этого начинаются боли. Вот эти два упражнения последние. Просто если будет болеть спина, попробуйте сделать отдельно. То есть повращайте тазом и вот порастягивайте. Уверяю, наверное, в 90% спина поясница пройдет. Собираем ноги. Мы делаем лягушку теперь в положении растяжения. Колени максимально в стороны. Обратите внимание. Сейчас покажу, чтобы у вас стопы должны быть в сторону. То есть пятки на уровне колена. Пока не соединяем их. Прямая спина. Двиньтесь немножко вперед. И опускаемся назад. На пять повторений. Вдох. Вперед немного таз. Выдох. Таз назад. Два. Колени вот насколько возможно сделали широко. Три. Вдох. И тянемся назад. Четыре. Копчиком оттягиваем. И пятое повторение. Выдох. Пять. Теперь опускаемся локтями вниз, если есть возможность. И фиксируем на 30 секунд. Пятки в сторону. Пятки широко. Вдыхание все. Ровно. Спокойно. Потихонечку все время таз оттягиваем назад. Направляйте дыхание сейчас в тазобедренный сустав. Может это звучать необычно. Но вот дыхание. Расслабляйте внутреннюю часть. Расслабляйте тазобедренные суставы. Прям по 30 секунд держим. Молодцы. Теперь соберите пятки вместе. Просто их максимально близко соединили. И еще 30 секунд. Вы прям почувствуете, что таз может уйти еще дальше назад. И тоже остались в этом положении. Подышали. Расслабили. Насколько это возможно. На самом деле мы сейчас занимаемся очень хорошим делом. Раскрытие тазобедрного сустава. Это вообще очень полезная тема. Просто не нужно это делать. Прям сразу. Мощно. Со временем все растянется. Фиксируем на 30 секунд. И теперь поднимаемся. Очень приятное ощущение. Как будто после шпагата. Собираем колени. Ноги максимально широко. Выпрямите спину. Проверните тазобедренный сустав назад. То есть копчик как будто наверх поднимаем. Смотрите, руки могут быть опираться на пол или опираться назад за ногу. Раз. Если позволяет растежка, можно коленом во внутреннюю часть. Два. Мы наклоняемся левой рукой в правую сторону. На выдох. Три. Тоже продолжаем вытягивать позвоночник. Четыре. Вдох. И пять. Все то же самое в другую сторону. Но сначала мы поворачиваемся к стопе. Опять рука. Внутренняя часть. Раз. Можно руку оставить там за бедром назад. Два. Если пока не позволяет растяжка. Прям тянемся за кончиками пальцев. Вытянули бок. Три. На всю длину. Четыре. Потянулись. И пять. Отлично. Постарайтесь максимально широко еще раз сделать ноги. И наклоняемся вперед с прямой спиной. Фиксируем на полминуты. Не тянемся за счет круглой спины. Нам не нужно перерастягивать мышцы позвоночника. Нет, они должны быть все равно сильными, крепкими. Не надо их перерастягивать. Сейчас проворачивайте тазобедренный сустав. Носки обязательно наверх. Это правильное положение тазобедренного сустава. И потихонечку наклоняемся вперед. Почувствуйте растяжение внутренней поверхности бедра, задней поверхности бедра, подколенных сухожилий. Все, 30 секунд есть. А теперь собираем ноги. Мои эмоции сами говорят за себя. Ложимся на спину. У нас осталось еще немного. Возьмитесь за середину стопы, а лучше за пятки. Если есть такая возможность, согните колени. Расслабьте спину. И подтягиваем колени к корпусу. Тянем их вниз. Сильно очень не натягивайте. Больше просто расслабьте в этом положении. Это тоже очень крутое упражнение для раскрытия тазобедренного сустава и для поясничного отдела. Вот я вам говорю серьезно. Большинство случаев боли в поясничном отделе это зажатые мышцы. Тазобедренные суставы, ягодицы, среднеягодичные, очень слабая, грушевидная мышца. Теперь посмотрите. Мы делаем скрест. Подтягиваем. Не нужно колено за колено заводить. Просто пятку к пятке. Подтягиваем пятки к ягодице. И вот в этом положении больше тянем стопы. Тоже приятное ощущение. Приятное ощущение в коленных суставах, тазобедренных суставах. Просто на 15-20 секунд. Просто полежите, расслабьтесь, вытяните спину, шея длинная. Теперь все то же самое. Меняем просто положение. Также не надо сильно высоко подтягивать. Стопы должны быть достаточно близко. Ног ягодицей. И тянем больше стопы. Разворачиваем. Наблюдается часто вот искривление таза. Это связано с неправильным положением стоп. Со стопами нужно тоже работать. Поэтому мы с вами их растягиваем. Вообще со всем телом, конечно, нужно работать. Молодцы. Теперь широко прям ноги. Руки на внутреннюю часть. Можно пододвинуться к стене. Я часто так делал к стене. Просто брал там книжку. Ложился в это положение. И расслаблял внутреннюю поверхность бедра. Оно под весом тела. Под весом своих ног растягивается. Внутренняя поверхность. Мы здесь просто небольшое давление создаем руками. Тоже все, что мы делаем, мы растягиваем и внутреннюю, и заднюю поверхность бедра. Растягиваем эти мышцы. Раскрываем тазобедренный сустав. Растягиваем связки, сухожилия. Хорошо, собираем ноги. Теперь нам нужно подняться. Осталось совсем немного. Мы отодвигаемся назад, прям на край коврика. Обратите ваше внимание, сейчас будет упражнение. Очень полезное. Прям не смейтесь, а сделайте его. Мы где-то 20 шагов делаем ягодицами. Перебираем. Это может смотреться смешно, но прямо это очень классная штука. 20 шагов. И 20 шагов назад. 5, 6, 7, 8. Прям только попой. Корпусом сильно не вращаем. Больше ягодицами. Делаем два подхода. И поехали еще раз. Проходим. Это очень отлично для мобильности. Да, для мобильности тазобедренного сустава. И назад. Также 20 шагов. Вы можете, если вам сложно делать все или нет времени, выберите приятные самые такие упражнения. Вот типа вот таких. Или вращение тазом. И просто поделайте отдельно. Вот просто. Есть две минутки. А теперь посмотрите. Нам нужно обязательно в самом конце на 2 или 5 минут лечь на раскрытие тазобедренного сустава. Это уже вы сделаете сами. Можете там выключить видео. Самое главное. Раскройте коленные суставы. Пятки должны быть на уровне колена. То есть ноги широко. И в этом положении возьмите телефон. Лучше возьмите книжку. Просто в этом положении полежите. Где-то 2-5 минут. Это очень круто раскрывает тазобедренный сустав. Вы почувствуете такую легкость. Вот после этого попробуйте встать. И вот по ощущениям. Я вот сейчас показываю, что вам нужно как минимум 3 или 4 раза в неделю сделать. Это выровнит ваше тело. Выровнит ваш позвоночник. Просто если у вас даже нет сколиоза, это очень полезная тема. А я вот остаюсь на 2 минуты. Поделаю это растяжение. Все. Хорошего вам дня. Обязательно попробуйте. Если вы наблюдаете проблемы с тазом. Или у вас есть боли в пояснице. Поделайте эти упражнения. Все. Счастливо. До новых видео. Пока. С вами был Красавин Иван.